Группа ученых из США и Великобритании заявила Земле грозит неминуемая катастрофа В своем совместном докладе исследователи предупреждают Через три десятилетия активность Солнца снизится Ее падение будет самым глубоким за последние столетия В ближайшее время магнитное поле Солнца изменится Можно даже сказать отклониться от нормы Уменьшится количество пятен на Солнце Реже будут происходить коронарные выбросы Значительно уменьшится и активность нашего светила Со временем эти изменения на Солнце Обязательно окажут влияние на климат нашей планеты Казалось бы, такое состояние Солнца только на руку землянам Ведь спящее Солнце не принесет магнитных бурь Следовательно, не будет резких изменений магнитного поля Земли Но оказывается, все наоборот Это парадоксально Но чем ниже активность Солнца, тем выше уровень радиации в околоземном пространстве Дело в том, что именно магнитное поле Солнца защищает Солнечную систему от губительных космических лучей Вспышки на Солнце никуда не денутся Они будут редкими, однако очень сильными и нанесут больше вреда Сильный холод будет чередоваться со страшной жарой Изнурительные засухи будут сменяться обильными наводнениями Возможен глобальный потоп, да? Он возможен с точки зрения глобального катаклизма на планете Которого разового, то есть какого-то толчка Мы на ровном месте Что с севера, что с юга Что с Черного моря, что с Белого моря Потенциально Ну, не очень хорошие, скажем так, прогнозы Ну, как для всей Европы практически Для всей равнины Европы Тут ничего не поделаешь В первых числах января 2017 года В южных провинциях Таиланда Неделю шли проливные дожди, нетипичные для этого времени года В результате сильнейшего наводнения Были затоплены дома Обширные территории сельскохозяйственных угодий Дороги, аэропорты и железнодорожные пути По официальным данным погиб 31 человек Почему люди постоянно оказываются неготовыми к вызовам стихии Нас плохо информируют или что-то скрывают Вода прибывает В последние годы мы все чаще слышим о масштабных потопах в разных точках планеты Летом 2016-го заливало южные регионы России В октябре того же года мы предположили Что планета готовится к новому всемирному потопу Новые факты подтверждают эту гипотезу Какие еще катаклизмы ожидают нас в ближайшее время? Не пришла ли пора строить Ноев ковчег? Я, Анна Чапман, раскрою эту тайну Смотрите далее Мир на пороге нового всемирного потопа Неужели механизм уничтожения всего живого уже запущен? Некоторые государства перестанут существовать Погода на заказ Климатическое оружие Миф или реальность? Можно вызвать искусственное землетрясение в любой точке планеты Искусственно, подчеркиваю Это оружие создано, оно действует Школа выживания Сможет ли кто-то спастись в водной стихии? Москва – это просто огромная могила будет Я абсолютно уверен, в случае по наводнению потопа Здесь просто огромное количество жертв будет Человек-амфибия Планета готовит людей будущего? Когда-то люди жили в водной среде И это было обычным явлением В начале февраля 2017 года Американские СМИ сообщили Силиконовая долина уходит под воду В Калифорнии произошло сильнейшее за последние годы наводнение Его вызвали проливные дожди Вода затопила дороги Некоторые трассы пострадали от оползней В городе Оровилл объявлена срочная эвакуация Из-за угрозы разрушения самой высокой в США плотины Дело в том, что в последнее время Калифорния сильно страдала от засухи Наверное, все видели в выпусках новостей Страшные кадры пожаров А в первых числах февраля На Южную Калифорнию обрушился шторм А затем дождь Сначала люди были не готовы к засухе А теперь к дождю В общем, как это и бывает Летом 2016 года В Германии из-за наводнений Людей эвакуировали прямо с крыш затопленных домов В Париже ушла под воду набережная рядом с Эфелевой башней А уровень воды в Сене повысился на 4,5 метра Россия и вовсе оказалась в центре колоссального потопа 1 июня 2016 года проливной дождь затопил Краснодар За полтора часа выпала полутора месячная норма осадков В считанные минуты улицы города превратились в реки А машины погружались в воду чуть ли не по крышу Ураган, град размером с куриное яйцо Смерч, ливни и грозы Прокатились по всему Краснодарскому краю Поврежденными оказались тысячи домов и автомобилей Десятки линий передач Погибли сотни гектаров поселов Но беды на этом не закончились Через короткие промежутки времени Ураганы возвращались с завидным постоянством После четвертой волны Старожилы заговорили о проклятии небес В ночь с 14 на 15 августа В эпицентре ливней оказалась столица Из берегов вышла река Яуза Такого не случалось с середины прошлого века После ряда реконструкций и строительства гидротехнических сооружений Это казалось невероятным Никогда за весь период наблюдения Столько осадков не выпадало У нас это как раз Это могло произойти Это будет происходить То, что не могло происходить 50 или 40 лет назад То сейчас Или это происходило раз в 60-50 лет То сейчас практически вот такие аномальные Количества осадков каждый год Синоптики и МЧС предупреждали москвичей Об оранжевом уровне опасности в столичном регионе Только за лето 2016 года Было около десятка подобных предупреждений Но, как обычно, люди восприняли эту информацию достаточно спокойно Приготовили зонты Кто-то позаботился о резиновых сапогах И непромокаемых плащах Автомобилисты решили, что их это и вовсе не касается Ведь у них всегда есть крыша над головой Разве дождь — это повод для беспокойства? Даже если он очень сильный Тем более, что в последнее время Проливные дожди и ураганы разрушительной силы Стали повторяться с завидной регулярностью Кроме того, они стали перемещаться на север Чего раньше никогда не было Так в октябре 2012 года Ураган Сэнди от Ямайки и Кубы Дошел до Нью-Йорка и восточного побережья Канады Причем в Нью-Йорке этот ураган был Одним из самых северных ураганов То есть обычно ураганы располагаются В тропической области Ну, так сказать, буйствуют в тропической области А Нью-Йорк все-таки расположен Принято считать в умеренных широтах Если эта тенденция продолжится То все наше дальневосточное побережье Скоро окажется в опасности Еще одно нехарактерное явление Для средней полосы, но Которое достаточно часто стало наблюдаться Это горизонтальные тропические грозы Нам привычны вертикальные Когда молнии из облаков ударяют в землю В горизонтальной грозе Разряды бьют из одного облака в другое И могут растягиваться на несколько сотен километров Выливая на поверхность тонны воды Молнии такой силы способны сбить самолет Самолет просто влетел в циклон Который пришел к нам из Африки И это мы С точки зрения авиации Мы были к этому не готовы То есть летчики летели по инструкции Они делали то, что они должны были делать Они не знали, что в случае такого циклона Они должны были его облетать Они попали в циклон, их сбило молния, самолет упал Ну, как бы все было предсказуемо Но к этому не было никто готов Так неужели мы должны смириться И привыкнуть к постоянным аномалиям Признаки глобального изменения климата налицо Ярким примером этому служат Участившиеся наводнения в Европе Ее затапливает ежегодно И наводнения становятся все серьезнее Поскольку климат меняется Многие сооружения, которые были спроектированы С расчетом на такую стандартную интенсивность Они не справляются Это приводит к человеческим жертвам Практически каждый год в Европе Происходит наводнение с человеческими жертвами В нашей стране в зоне иска Находится Санкт-Петербург За 300 с лишним лет своего существования Город пережил 323 наводнения Раз в год В 2011 году в Финском заливе Построили защитную дамбу И, как оказалось, очень вовремя Обычно сезонные наводнения В Санкт-Петербурге Бывают в сентябре-октябре Но в 2011 это произошло намного позже В конце ноября Город оказался на грани глобальной катастрофы И если бы не была построена эта дамба Если бы вода зашла в город Затопила подвалы А потом бы резко похолодала до минус 20 до минус 30 Я думаю, что весь город был бы разрушен Потому что, ну вы знаете, что вода при замерзании Она расширяется И если вода, которая стоит в подвалах Понимаете И которая резко замерзнет И начнет расширяться в этих подвалах Она просто разрушит эти самые Фундаменты этих зданий И здания просто-напросто начнут сыпаться Санкт-Петербургу повезло Пока повезло Но разве можно надеяться Лишь на чудесное совпадение Ведь ученые продолжают фиксировать Подъем уровня воды в Мировом океане Сегодня называется цифра 20 сантиметров И этот процесс продолжается Он может через какое-то время Уже характеризоваться цифрой метр Может характеризоваться цифрой два метра Вот, и это величины уже такие Которые приведут к затоплению территорий На многие тысячи квадратных километров Ученые Потсдамского института изучения климата Опубликовали прогноз Согласно которому уровень Мирового океана В ближайшее время поднимется до полутора метров Под воду уйдут многие города Америки и части Европы Не станет Лос-Анджелеса, Венеции, Амстердама, Гамбурга Возникнут международные конфликты за питьевую воду И сельскохозяйственные земли Беженцами станут 100 миллионов жителей Азии 14 миллионов европейцев По 8 миллионов в Африке и Южной Америке Некоторые государства перестанут существовать Например, Мальдивские острова Они все расположены на островах Которые возвышаются над уровнем океана На 1-2 метра, понимаете? На протяжении многих лет Ученые фиксируют таяние арктического льда В 2016 году его площадь составила 4 миллиона квадратных километров А всего 30 лет назад Лед покрывал территорию В 7 миллионов квадратных километров Похожая ситуация и на Южном полюсе Антарктида буквально трещит по швам Трещина на шельфовом леднике Ларсена За прошлый год увеличилась на 22 километра Говорят, что со временем Ледяной континент может просто исчезнуть С лица земли Или в месте разлома Начнутся масштабные вулканические извержения Если расплавленная магма Рванется в эти разломы И огромные ледяные массивы В одно мгновение превратятся в пар И вот представьте себе Гигантские облака Воды Пара Испарились Поднялись в воздух Что при этом происходит? При этом происходит То, что в атмосфере Перекрывается нагревание Земли Этими облаками Земля будет мгновенно охлаждаться Эти облака Разойдясь по охлажденным Как говорится Территориям Где вдали от этих вулканов Выпадут в виде осадков А это миллиарды кубометров воды Если не сказать Триллионы кубометров воды Выпадут Несколько лет назад Географы создали карту Всемирного потопа Вот так будет выглядеть земля После того, как на ней Растают все льды Сейчас лед покрывает 10% поверхности Земли Его объем По приблизительным подсчетам Составляет 9 миллионов Кубических километров Если вся эта замерзшая вода Растает Уровень мирового океана Поднимется на 70 метров Вполне возможно Что в недалеком будущем Людям придется жить в воде Когда-то Много миллионов лет назад Жизнь зародилась Именно в океане И вскоре вернется туда Но как мы теперь будем приспосабливаться К новым условиям жизни Неужели у нового поколения землян Вырастут плывники и жабры Группа исследователей Из Лондонского Королевского колледжа Считает, что в горле человека Есть жабры Они приняли вид Околощитовидных желез Это такие парные образования Округлой или овальной формы Которые находятся снаружи И внутри щитовидной железы Задача этих желез состоит в том Чтобы регулировать уровень кальция в крови Жабры наших предков Морских существ Также использовались для этих целей Может быть природа Решила вернуть нас к своим истокам К жизни в воде А наводнение и цунами Это лишь попытки донести до нас Что наступает новый виток В человеческой эволюции Смотрите далее Космос грозит нам мировой катастрофой Готовы ли мы к отражению атаки? Есть определенное количество астероидов Которые вращаются И которые приближаются к Земле И могут вынырнуть Неожиданно достаточно И мы можем не успеть Отреагировать на их появление Всемирный потоп Не библейский миф А историческая реальность Есть косвенные подтверждения Потопа на планете Это огромное количество соленых озер На большой высоте Может ли смещаться земная ось? Полюса Земли сдвинулись Извините, пожалуйста От 150 до 250 километров По разным оценкам Процесс глобального изменения климата Уже невозможно остановить Пока такие погодные аномалии Носят локальный характер И с последствиями можно бороться Но катастрофа может наступить мгновенно В чем же причина Такого количества потопов И наводнений по всему миру? Может быть все эти сюрпризы для нас Приготовила галактика? Нас уверяют, что в изучении космоса Человечество достигло большого прогресса Вот-вот будет раскрыта тайна красной планеты Мы уже способны контролировать Перемещение космических объектов И даже готовы противостоять Любому нежданному гостю Но так ли это на самом деле? Может быть нас просто успокаивают Или вводят в заблуждение? За последние сто лет космическая наука Шагнула далеко вперед Тысячи астрономов и ученых-эстрофизиков Пристально вглядываются в суперсовременные телескопы В разных уголках планеты Мы запускаем спутники И делаем уникальные снимки в космосе Нас уверяют, что мы следим За малейшими изменениями И передвижениями в галактике Но так ли это? Мы контролируем объекты Которые мы сами запускаем в космос Мы контролируем объекты Частично достаточно крупные Но мы не можем полностью контролировать Мелкие объекты в космос То есть есть определенное количество астероидов Которые вращаются И которые приближаются к Земле И могут вынырнуть Неожиданно достаточно И мы можем не успеть Отреагировать на их появление Прямым доказательством внезапного появления Стал Чебаркульский метеорит 15 февраля 2013 года Примерно в 9 часов 20 минут Он взорвался в окрестностях Челябинска На высоте 15-20 километров И заметили его Только после того, как он вошел в атмосферу А чем закончится для нас Прилет небесного тела покрупнее? Сможем ли мы его заметить? А еще лучше нейтрализовать? Гипотетически есть технологии Гипотетически Которые могут отвести от Земли астероид Но реально на сегодняшний день Эти технологии Ну, по крайней мере, в официальной науке Не опробированы То есть они не реализованы Не применены на практике Это означает, что если появляется астероид Мы не успеваем запустить эту технологию Для того, чтобы его, допустим, откланить Осенью 2017 года Землю ждет встреча с еще одним метеоритом Он был открыт в 1983 году И получил название «Фаэтон» По данным специалистов НАСА Он подлетит к земной поверхности довольно близко На 10 миллионов километров Если астероид упадет на Землю Он сможет разрушить несколько городов А если в воду, то гигантская приливная волна Смоет на своем пути все живое Но самое страшное Траектория движения этого астероида Крайне неопределенная Другими словами Невозможно вычислить, когда и куда он упадет И упадет ли вообще Или, на наше счастье, пролетит мимо Ожидается, что он может пройти достаточно близко А если в Землю врежется астероид Хотя бы с диаметром километр То это будут весьма серьезные последствия То есть для страны И, может быть, даже для континента Какое-то небольшое отклонение В движении астероида И он, скажем так, будет притянут к полям Земли Через 45 лет к нам вернется Знаменитая комета Галлея Последний раз она проходила между Землей и Солнцем 9 февраля 1986 года Теперь мы ждем ее 28 июля 2061 года Мы давно уже относимся к ней Как к рядовому событию Но в древности Наши предки считали появление комет Дурным предзнаменованием И современные ученые доказали, почему Комета может нести определенные бактерии На свою борту И, возможно, даже жизнь так и зародилась В результате метеоритной или кометной атаки Этот вопрос, в общем-то, открытый Вряд ли она принесет ущерб Потому что кометы, как правило, действуют По отлаженным траекториям Но вдруг что-то пойдет не так Реальный апокалипсис может наступить Если к Земле приблизится громадный ледяной объект Если он взорвется в земной атмосфере Вполне вероятно, что на нас обрушится Гигантская водная масса В виде продолжительных обильных дождей По всей планете Но для этого должен быть очень мощный и большой объект Из льда Как правило, скорее всего, к Земле может приблизиться Такой объект В лице кометы Потому что часть комет Не все имеют ядро Из льда Что тогда нас может ждать? Вероятно, новый всемирный потоп Такой же, как случился более 13 тысяч лет назад И тому есть реальные доказательства Есть косвенные подтверждения потопа на планете Это огромное количество солюных озер на большой высоте Например, яркий пример – это озеро Титикака в Боливии и Перу На границе львых стран Озеро расположено на высоте 3700 метров над уровнем моря А в нем присутствует морская вода Помимо этого, на берегу этого озера нашли древний порт Довольно большой, который для современных судов, которые плавают Вообще бесполезен на этом озере, казалось бы Можно вспомнить морские отложения в горных породах На высоте 4200 метров в горах Южной Америки Кроме того, здесь же найдены скелеты различных животных Несовместимых между собой по виду На Аляске под толщами льда Обнаружились скрюченные скелеты лошадей, львов, бизонов, волков и медведей И все они в перемешку с морским илом и торфом В желудке одного из мамонтов Были обнаружены следы тропических растений А до ближайших тропиков там не одна тысяча километров Как такое могло произойти? Мало того, что животное резко погибло, не успев разложиться Оно еще и каким-то образом переместилось из теплых мест в более холодные Да так быстро, что сразу же замерзло Ученые уверены Наиболее вероятной причиной потопа было смещение земной оси И, возможно, на нее повлияло некое гигантское космическое тело Объект, способный сместить земную ось Это объект, который имеет в поперечнике не один десяток километров Возможно, так земная ось и была смещена Потому что мы знаем, что на самом деле земная ось Находится в измененном состоянии И с этим связано изменение климата Изменение, некоторые считают, уход из рая Изменение продолжительной жизни человека Однако смещение земной оси может происходить не только из-за космического воздействия крупных тел Внутренние процессы также способны повлиять на движение нашей планеты Недавно исследователи НАСА опубликовали сенсационные данные Они обнаружили, что после сильного землетрясения в Японии Земная ось сместилась на 17 сантиметров Ученые предположили, что этот факт приведет в скором времени К увеличению природных катастроф и изменению климата Может быть, мы как раз сейчас и видим эти последствия? Чтобы проанализировать степень воздействия и динамику землетрясений последних лет, нужно время На сегодняшний день утверждать это или опровергать невозможно Вероятно, мы находимся лишь в самом начале процесса Тот уровень землетрясений, который происходит, не дай бог, конечно, их пережить На сегодняшний день мало способствует смещению земной оси И серьезно оказать влияние это не может По крайней мере, в том темпе, в той прогрессе, которая существует Серьезно земную ось могут сдвинуть внутренние события Ну, например, если взорвется вулкан Евлоустон Ученые уже давно присвоили этой американской огнедышащей горе статус супервулкана Она не спит Об этом свидетельствуют 3000 горячих фонтанов гейзеров и постоянные слабые толчки Крупное извержение может начаться в любую минуту Это приведет к значительным человеческим жертвам и глобальным катастрофическим изменениям на всей планете Но пока вулкан молчит Впрочем, на смещение земной оси могут повлиять совсем другие факторы Если говорить о том, что земная ось в результате этого землетрясения сдвинулась на 17 или 18 сантиметров Это абсолютно чушь и ошибка Почему? Потому что земная ось уже полюса земли сдвинулись, извините, пожалуйста От 150 до 250 километров по разным оценкам Разных научных лабораторий, которые занимаются геомагнитными полюсами Земли Каждый из этих полюсов является постоянно действующим магнитом И если люди будут продолжать на Земле ядерные взрывы, мы можем просто потерять атмосферу Споры вокруг событий на Фукусиме продолжаются до сих пор Одни эксперты уверяют, что землетрясения и цунами вполне были предсказуемы Другие считают, что эти природные явления имели искусственное, рукотворное происхождение В настоящий момент я могу со всей ответственностью заявить, что землетрясения не было Японское правительство провело испытание подводного ядерного взрыва, ядерного оружия Уран был получен на Фукусимской атомной электростанции 235-й для этого оружия Поскольку Япония после Второй мировой войны не имеет права проводить подобные испытания И организовывать, значит, боеспособную армию Только силы, которые внутри страны могут наводить каким-то образом порядок, полицейские, скажем Япония в нарушении международной конвенции провела подводный ядерный взрыв Но в силу высокоразума их ученых они не рассчитали простой вещи, что может возникнуть волна, цунами И нанести ущерб непосредственно самим островам, что и произошло Природные процессы взаимосвязаны и действуют по определенным законам Но люди все чаще пытаются вмешиваться в естественное течение жизни планеты И нет гарантии, что именно человеческий фактор не станет кнопкой, включившей уничтожение А может быть, этот смертельный механизм уже запущен? Кто выживет, если планета превратится в сплошной океан? Где обитают современные их теандры? Смотрите далее Климатическое оружие существует Кто тайно проводит чудовищные эксперименты? Идет параллель с запуском системы ХАРП американской Это, по сути, климатическое оружие Катастрофа в Мексиканском заливе Как отреагировала планета? Считается, что аномально жаркое лето 2010 года Это влияние именно Гольфстрима Если замерзнут реки, еще один сценарий всемирного потопа Эти реки будут замерзать до дна И, соответственно, вода будет выходить из берегов и разливаться Глобальную катастрофу на Земле предсказывали многие пророки Но почему-то чаще всего они указывали на гибель именно от масштабной водной стихии Новый всемирный потоп упоминается в пророчествах Ванги Знаменитая провидица называет весьма далекую дату 2378 год Нострадамус предсказывал, что в 2017-м большой город будет потревожен водами Но что имел в виду Нострадамус? Продолжительные ливни? Однако вода может обрушиваться не только с небес Наводнения часто происходят после землетрясений, вызывающих цунами 26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло сильнейшее землетрясение Магнитудой 9,3 балла Огромные волны за считанные минуты смыли часть побережья Индонезии и Таиланда Стихия застала отдыхающих людей врасплох Просто люди гибли на глазах, помочь никто не мог А кто-то наоборот, кто успел схватиться за выпирающую арматуру Приложить усилия, вытянуть по ней И уже при помощи других людей выбраться на крышу здания То есть тоже такие удивительные спасения были Тогда погибли от 225 до 300 тысяч человек Точное количество неизвестно, ведь многих просто унесло в открытый океан Землетрясение произошло на западной оконечности Тихоокеанского сейсмического пояса Здесь происходит 80% всех крупнейших мировых толчков В начале февраля 2017 года На острове Маврикии геологи обнаружили следы древнейшего континента Земли Который располагался примерно 3 миллиарда лет назад На месте современного Индийского океана И который впоследствии раскололся на части под действием тектонических процессов Сегодня часть континентальной плиты выходит на поверхность Участвуя в формировании вулканических островов Вполне возможно, что в результате очередного выхода Индийская плита сдвинулась под Берманскую Вследствие чего возникло разрушительное цунами Землетрясение случилось через 3 дня после землетрясения С силой 8,1 балла В необитаемом районе, расположенном к западу От новозеландских островов Окленд И к северу от австралийского острова Макуари Это весьма необычно Так как землетрясения магнитудой 8 и более Случаются в среднем не чаще одного раза в год В результате толчка после землетрясения в Индийском океане Изменилась скорость вращения земли Некоторые острова в этом океане сдвинулись на 20 метров От своего обычного местоположения Не могла ли эта катастрофа стать результатом экспериментов с климатическим оружием? Наши предки пробовали управлять климатом До сих пор шаманы пытаются вызвать дождь Или наоборот усмирить небесную стихию Ученые тоже делают попытки управлять природой Используя ее же законы В начале 90-х годов прошлого столетия Американцы на Аляске построили комплекс ХАРП Официально он предназначается для изучения ионосферы планеты Но почему-то все его наработки находятся под грифом «совершенно секретно» Если проанализировать последние природные катаклизмы Начиная с 97-го года То такая прямая идет параллель С запуском системы ХАРП американской Это, по сути, климатическое оружие И момент его запуска в 1997 году Как раз является началом отсчета Достаточно большой серии природных катаклизмов Которые начали происходить с этого периода И происходят до сегодняшнего дня Американцы, в свою очередь, обвиняют в аналогичных разработках Россию Это противостояние идет еще со времен ядерной гонки двух держав В конце 50-х годов Тогда обе стороны бездумно проводили эксперименты с ядерным оружием В околоземном пространстве И один из них, американский, имел самые страшные последствия В 1957-й год как-то были проведены испытания на Атоле Джонсон Был ядерный взрыв произведен на нижней границе ионосферы На высоте 70 километров В итоге было очень сильное возмущение ионосферы Которая не только отразилась в локальном поле Но на расстоянии 3,5 тысяч километров от места взрыва На архипелаге Самуа было зафиксировано в дневном тропическом небе Яркое полярное сияние Что как раз напрямую связано с возмущением ионосферы То есть это подтверждение влияния и возможности применения климатического оружия Которое запрещено всеми конвенциями Но тем не менее державы его благополучно потихонечку проводят его испытания Неужели эти чудовищные испытания продолжаются? И землетрясение, которое вызвало гигантскую волну в Индонезии, никто не ожидал Даже сейсмологи развели руками Тут явно прослеживались чьи-то действия Можно вызвать искусственное землетрясение в любой точке планеты Искусственно, подчеркиваю Это оружие создано, оно действует Первое землетрясение случайно Ну, случайно, скажем так Не рассчитали то, что в этом месте есть геомагнитный разлом А если Земля – живой организм И сама начала избавляться от враждебных действий человека Люди в своем желании обогатиться и жить комфортно Двигают вперед технический прогресс Мы сами нещадно вычерпываем недра Загрязняем окружающую среду Строим не всегда безопасные атомные станции И развиваем вредные химические производства И этому нет предела Природа явно ищет нам замену Каким станет следующий виток развития земной цивилизации? Конечно, с одной стороны, человек это понимает И пытается ограничить Но у него не совсем это получается Быстро и вовремя сделать И вот самая большая проблема, о чем мы говорили Что может пройти ситуация, когда человек в определенный момент Просто не успеет вовремя отреагировать На критический порог, который будет достигнуть Вот именно точка невозврата Мы продолжаем вредоносные разработки Чудовищное испытание По сути, люди заняты самоуничтожением К примеру, неизвестно, какие последствия Принесут масштабные разработки сланцевого газа в США Они уже превратили огромные территории Америки В зловонную пустыню, пропитанную ядохимикатами И абсолютно непригодную для жизни Взрыв на нефтяной платформе в Мексиканском заливе В 2010 году Тоже результат халатности, а не стихийного бедствия В течение пяти месяцев в океан вылилось Около пяти миллионов баррелей сырой нефти В результате на воде образовалось гигантское нефтяное пятно Площадью 75 тысяч квадратных километров Почти две тысячи километров побережья От Флориды до Луизианы были загрязнены На берегу постоянно находили погибших морских обитателей На ликвидацию последствий аварии требовались миллиарды долларов Плюс сама нефтяная компания должна была заплатить штраф Но руководство компании обратилось к президенту Бараку Обаме С просьбой разрешить им уменьшить площадь загрязненного океана С помощью погружения нефти на дно Тот дал добро и в Атлантический океан были сброшены тысячи тонн диспергаторов Специальные вещества для разрушения нефти Вдобавок к тому же и без того разлитой сырой нефть Некоторые исследователи считают, что именно из-за утечки нефти Течение Гольфстрим похолодало на 10 градусов И начало разбиваться на отдельные подводные течения Вспомните, какие аномально холодные зимы были в Европе в последние годы Нефть способна изменять эта другая жидкость по своей природе, чем вода И она не пропускает это теплое течение Она способствует изменению ее направленности То, соответственно, будет остывать север Атлантики Это будет постепенно идти Будут разогреваться другие участки То есть это реальное изменение климатических условий И считается, что аномально жаркое лето 2010 года Это влияние именно Гольфстрима Остановка Гольфстрима может привести к похолоданию в Европе и России Некоторые ученые утверждают, что это будет похоже на ледниковый период И кроме того, нас ждут серьезные и очень необычные затопления территорий Многие реки в европейской части, в Сибири Текут с юга на север То есть они начинаются далеко на юге И потихонечку двигаются на север Если у нас останавливается Гольфстрим И резко меняется климат То многие реки будут находиться в таком режиме Когда замерзать будет устье этих рек Не исключена такая ситуация, что при достаточно низких температурах Эти реки будут замерзать до дна И, соответственно, вода будет выходить из берегов и разливаться Если человечество не остановится и не перестанет собственными руками Уничтожать все живое на Земле То нас ждут не только климатические изменения А настоящий апокалипсис Планета действительно хочет смыть нас, как налипшую грязь Смотрите далее Гигантская волна Кто в нашей стране находится в зоне риска? Есть территории, которым потоп угрожает в очень малой степени Например, Индостан Или наша Западная Сибирь А есть территории, которым угрожает очень сильно Спасение утопающих – дело рук самих утопающих Есть ли шанс выжить при наводнении? Подходят взрывы, будут происходить поражения электричеством Будет происходить затопление систем того же метро В первую очередь, куда вся вода моментально пойдет Люди будущего, какими вырастут малыши С рождения ощущающие себя, как рыбы в воде Действительно, малыши в полуторамесячном возрасте Инстинктивно задерживают дыхание при нырянии По большому счету, людям все равно, что им угрожает Космос или климатические войны Главный вопрос – можно ли спастись? Существует три сценария затоплений Согласно первому, уровень воды поднимается медленно Люди непроизвольно начинают покидать привычные места обитания Это неприятно, но не смертельно Второй вариант – резкое глобальное затопление всей поверхности суши Как раз такое наводнение в Библии названо Всемирным потопом В третьем случае процесс затопления напоминает лавину Это резкая ударная масса воды, способная смыть с огромных территорий все живое Катастрофа, связанная с водой – популярная тема голливудских блокбастеров Правда, в этих фильмах по законам хэппи-энда герои всегда спасаются Но это в кино В жизни же все происходит совсем иначе Есть ли у человечества реальный шанс выжить в случае Всемирного потопа? Ученые определили зоны самого рискованного затопления в мире В первую группу входят неземные страны В Европе – это Голландия, половина которой стоит на отвоеванной у моря территории А самая высокая точка всего 26 метров над уровнем океана Под воду рискуют уйти полностью Англия, Ирландия и побережье Франции В Америке пострадает практически все восточное побережье Вторая группа – страны, расположенные на тектонических разломах Это Япония, Турция и США Из-за движения плит может территория тоже начать опускаться То есть, можно сказать так, есть территории, которым потоп угрожает в очень малой степени Например, Индостан или наша Западная Сибирь А есть территории, которым угрожает очень сильно В Советском Союзе работал целый комплекс гидротехнических сооружений Дамбы, электростанции, системы водоотведения Чистили русла рек, укрепляли берега, строили обводные каналы В последние годы этой отрасли уделяется мало внимания Поэтому все, кто проживает вблизи воды, находятся в зоне риска Все регионы могут подвергаться затоплению Тут уж говорить не о чем А там, где мало систем водоотведения, ну почти что всегда Например, в Тульской области всегда подтопление Там всегда Тула превращается в одно большое море Зон подтопления становится все больше Прямым доказательством этого факта Служит масштабное наводнение в Приморье В конце августа 2016 года начался сильный дождь Объявили оранжевый уровень опасности Что означает вероятность стихийного бедствия и нанесения ущерба Но спустя пару дней На побережье обрушился тайфун Лоен-Рок Вода быстро затапливала огромные территории В регион направили дополнительные группы спасателей Не успели справиться с последствиями стихии Как новая напасть Нагрянул тайфун Немтеун Каждый день вода заливала новые населенные пункты Без жилья оставалось все больше людей Было эвакуировано более 50 тысяч жителей Но что делать, если ты остался один на один со стихией? Как выжить в экстремальных условиях стихийного бедствия? Первое Нож Хорошо заточенный Главное, этим ножом вы должны уметь работать Уметь резать, уметь если что-то отрубить Зачем? В реальности это единственный инструмент, которым вы будете дальше работать Потому что вы попробуете Дома отказаться от всего Оставьте голые руки А попробуйте выйти на улицу Попробуйте выйти в лес, в дикую природу И начать действовать Ножом можно сделать себе посуду, укрытие Добыть себе пропитание Им можно защититься при условии Если вы умеете им пользоваться С его помощью можно развести огонь Если иметь огниво На самом деле, огниво, наверное, самое оптимальное средство Для разведения огня Почему? Потому что спички промокли Зажигалка Замечательно газ, но газ в финале В итоге зажигалка тоже кончилась С огнем все проще Если есть нож, особенно Одно движение И мы получаем искры температурой до 2000 градусов Обязательно понадобится прочная веревка При помощи веревки можно спуститься с пятого этажа Представляете, у вас остановились лифты И упали лестничные пролеты вниз Как вы с пятого этажа просто упадете вниз? Никак Веревка – один из основных предметов, который вам поможет Конечно, при желании можно запастись многими предметами для спасения Но следует помнить Чем легче багаж, тем больше шансов выжить Бесполезно запасаться едой и водой В рюкзаке все равно много не унесете Но две вещи обязательно должны быть Вот что было самое ценное во все времена, во всех цивилизаций Ради чего многие даже войны начинали Это Оп-оп-оп Это Соль Вот элементарно, трупы животных, которые есть Это источники еды Но они начинают моментально портиться Вот соль, натерев ту же рыбу, тех же животных, то же мясо Солью как можно обильнее Мы сохраняем это мясо на многие-многие дни вперед А то и недели, и месяцы С точки зрения потопа, наверное, самое первичное, что нам понадобится Это фильтр для воды Они разные бывают абсолютно Есть совершенно маленькие и компактные Фактически вот такого размера При помощи вот такого устройства элементарного Просто фильтр перегонки, где стоит угольный фильтр наборный Вы в течение получаса обеспечите себя дневной нормой воды Даже из самого загрязненного участка Если повезло и вас оповестили о надвигающейся волне Не теряйте время Уносите быстрее ноги А если попали в воду, не паникуйте Какие действия вас могут спасти? Постараться на что-то зацепиться То есть то, что держится на плаву Во-первых, у нас сейчас очень много пластика, который плавает Не все машины сразу идут ко дну По сути, машина в какой-то момент уходит под воду Водяной пузырь в ней, если все герметично закрыто Не позволяет ей утонуть, машина начинает всплывать Какое-то время в плавающем автомобиле безопаснее, чем в открытом потоке Ведь тогда человек становится беззащитной щепкой, увлекаемой водой и натыкающейся на препятствия Погибнуть от травмы можно гораздо быстрее, чем захлебнуться Любой город, охваченный стихией, гораздо опаснее для человека, чем деревня Самая печальная участь уготована, конечно же, мегаполисом Не устоит перед стихией и Москва Москва – это просто огромная могила будет Я абсолютно уверен, в случае наводнения, потопа здесь просто огромное количество жертв будет Просто безумное По причине… Ну, выйдите в 6 вечера на улицу, на машине, попробуйте проехать по центру Вот представьте, что на такой город, надвигая, начинает резко подниматься вода Куда вы денетесь? В метро попробуйте зайти, что происходит Люди, если человек ждет, не знаю, 10 минут, просто в очереди на переходе То есть в случае начала затопления, да любое чрезвычайное ситуации в общественном транспорте В час пик – это просто тысячи, десятки тысяч жертв, моментально Но неужели после вселенского потопа никто не выживет? Ведь люди-амфибии уже существуют Когда-то планета уже была полностью покрыта водой И оказывается, на ней тоже жили люди Легенды о людях-амфибиях существуют очень давно Человеческий эмбрион имеет на определенных стадиях развития жабры Просто вполне возможно, что когда-то люди жили в водной среде И это было обычным явлением Несколько лет назад в иранской газете появилось сообщение, что люди-амфибии существуют Капитан одного азербайджанского судна видел их в Каспийском море Мужчина заметил в воде большое существо, которое плыло параллельно с судном Поначалу он принял его за большую рыбу Но затем разглядел волосы на голове этого монстра А еще руки в верхней части туловища На самом деле, сообщение о встречах с некими морскими дьяволами Или мужчинами-русалками с момента начала добычи нефти на шельфе Каспийского моря Появляются довольно часто По словам очевидцев, рост необычных существ Около 160 сантиметров У них сильные тела и большие животы пузырями Между пальцами перепонки Волосы черно-зеленые Нижняя губа плавно переходит в шею, под которой находятся жабры Наука пока не может до конца объяснить подобные мутации Впрочем, всем известно, что человеческий зародыш развивается в околоплодных водах матери Мы еще в утробе начинаем жить в водной среде И легкие раскрываются только при первом крике младенца, появляющегося на свет Ученые обнаружили, что у малышей инстинкт задержки дыхания под водой Сохраняется в течение полутора месяцев И если с этого возраста начать заниматься плаванием Эти навыки сохранятся на всю жизнь Действительно, малыши в полуторамесячном возрасте Инстинктивно задерживают дыхание при нырянии И мы используем это при тренировках Детей мы начинаем тренировать с двухнедельного возраста И если ребенок регулярно посещает занятия То в году жизни он прекрасно ныряет и самостоятельно плавает Как знать, что ждет в будущем малышей Которые с рождения чувствуют себя, как рыбы в воде Возможно, это они, новые люди-амфибии Которые выживут, если наша планета превратится в сплошной океан А дети и внуки этих маленьких ныряльчиков Станут во главе новой цивилизации Но пока природа всячески старается избавиться От неблагодарного человечества, буквально смывая его с лица Земли Наша планета – живой организм Она не может существовать, не взаимодействуя с другими небесными телами И порой эти процессы носят неуправляемый характер В феврале 2017-го мы высказали предположение Что космические пришельцы облюбовали Землю, как свой перевалочный пункт Возможно ли, что инопланетяне решат остаться у нас навсегда? Я, Анна Чапман, открою эту тайну в следующей части нашего специального проекта Смотрите нас после выпуска новостей